Сунсей, не могли бы вы ответить на очень важный вопрос? Этот вопрос очень важен для всего традиционного карате, для всего кинавского карате. Что такое кота? Многие люди думают, что кота это некая хитрая вещь, которую придумали японцы для того, чтобы сделать изучение карате очень долгим. Они не понимают суть кота. Не могли бы вы объяснить мне и всем людям, что такое кота? Прежде всего, нужно коснуться исторического аспекта вопроса. Что такое кота? Кота были созданы в глубокой древности, на основе реального боевого опыта. Опыта боя один на один, боя с животными или между животными. Боя не на жизнь, а на смерть. Осмысляя причины, по которым тот или иной боец одержал победу в таком бою, обдумывая его действия, люди прошлого отбирали наиболее эффективные приемы и собирали их в кота. Таким образом, в кота сконцентрирована истина, правда боя. Но, конечно, с течением времени кота претерпевали различные изменения. Их создатели уделяли особое внимание постановке дыхания. Конечно, существуют и кота, полные всяких выдумок и домов, но это скорее исключение. В нашей школе такие кота, как Сантин и Тэнсё, используют для постановки дыхания, закалки внутренних органов. Это важнейшие методы психологической закалки. Некоторые кота были созданы недавно, но большинство кота дошли до нас из глубокой древности. И хотя они претерпевали различные изменения, все-таки кота оставались важным методом индивидуальной тренировки, когда у тебя нет партнеров. При этом не нужно рассматривать кота изолированно от других методов тренировки. К примеру, если в кота есть удар в руки Тэ, протыкающий удар пальцами, то, соответственно, нужно специально тренировать пальцы. Если тренироваться таким образом, понимать прикладной смысл движения кота, то их можно будет использовать и для самозащиты. Таким образом, кота учат умению защищать себя и одновременно являются средством психологической закалки. Тэ, протыкающий удар пальцами, При распространении соревнований по кота карате появилось много вариантов кота, в которых движения изменены для показной красоты. Я считаю, что изменения в кота недопустимы. Я считаю, что мы должны относиться к кота очень бережно, поскольку кота сами по себе являются важным культурным достоянием. Это явление духовной культуры, которую мы обязаны сохранить в неприкосновенности. Хигаона возвращался домой невероятно уставшим. Его тело и лицо были покрыты синяками и ссадинами, и часто он не мог даже приподнять руки. В то время он тренировался по 10 часов в день. После тренировки в школьном клубе он направлялся в сторону дома Тюдзюна Мияги и всегда приходил первым, подметал землю, удаляя мельчайшие камешки и готовя снаряды для тренировки. Не останавливаясь на достигнутом, Хигаона продолжает свои упорные занятия, акцентируя внимание на постановке удара на макивари. За одну тренировку он наносит по снаряду несколько тысяч ударов. Сенсей рассказывал, что иногда он бил по макивари без остановки по 6 часов подряд и прекращал занятия только тогда, когда ощущал сильные чувства голода. Беспрестанные тренировки не прошли даром, и вскоре удар Сенсея Хигаона стал знаменитым на Акинаве, а потом и во всем мире. Сенсей, вы добрый человек? О, это очень сложный вопрос. Знаете, иногда я очень добрый, а иногда суровый. Все зависит от того человека, с которым мне приходится иметь дело. Наверное, довольно часто я не слишком любезен. Ну, я, в общем, так и подумал, потому что вы все время носите при себе очень грозное оружие. Ваши руки – это настоящее оружие. Вы знаете, человек от природы очень слаб, и мы вынуждены закалять свое тело. Я работаю над этим, но, к сожалению, еще не достиг нужного уровня в закалке. Я чувствую, что нужно еще много работать над этим. Я не удовлетворен своими результатами и настроен на дальнейшую работу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все люди, которые я видел, они мне в первую очередь всегда говорили, «Ты видел, какие у Сэнсэя Хигаона руки?» И, конечно, это первое, наверное, что бросается в глаза после того, как мы видим добрые глаза Сэнсэя. Но многие люди не имеют возможности так работать с макеварой или еще с какими-то предметами у нас в России. Как вы думаете, без этой практики можно заниматься Годзюрю? Или это является той основой, которая делает Годзюрю тем особенным каратэ, которым оно является? Закалка рук, наружных поверхностей тела, укрепление костей, конечно, очень важны. Это довольно тяжелая и болезненная работа, но она необходима. Но в то же время есть немало других упражнений, имеющих им еще большее значение. В частности, это дыхательные упражнения, глубокое дыхание с животом, дыхание танден. Когда жизненная энергия проводится в область танден, энергетический центр, расположенный в нижней части живота. Эта техника дыхания исключительно важна, потому что она позволяет научиться контролировать свои эмоции, достичь оптимального психического состояния. Она также важна для поддержания здоровья, так как позволяет укрепить внутренние органы. Иными словами, есть методы внешней закалки и методы внутренней закалки. Необходим их баланс, который и позволяет подготовить тело надлежащим образом и овладеть техникой каратэ. И в этом одна из основных задач тренировки. То есть нельзя заниматься только набивкой и ничем иным. В возрасте 22 лет Хигауна решил отправиться в Токио. Кроме желания донести годзюрю до токийцев, причиной его отъезда стало то, что учитель Аничи Мияги незадолго до этого покинул остров. Прибыв в 1960 году в Токио, Хигауна оказался в совершенно другом мире. Он был ошеломлен невежеством японцев, многие из которых считали каратэ традиционным японским боевым искусством, даже не подозревая об истинной родине пустой руки – Окинави. Да и диалект, на котором говорят на острове, сильно отличается от языка остальной Японии. Свои первые занятия с учениками сенсей Хигауна проводил прямо в общежитии университета Токусёку, где в то время учился. Постепенно его известность стала расти, и количество учеников для некоторых университетских додзю стало критическим. Хигауна, приняв приглашение владельца додзю стиля Сёрин-Рю, переехал в токийский район Йо-Йоги. Так появилась знаменитая додзю Йо-Йоги Сёрын-Кай, который стал центром преподавания Годзю-Рю. Жизнь в Токио не всегда была гладкой, и, пытаясь решать личные проблемы, Хигауна обращается к учению дзен. Его духовным наставником стал монах Сакияма, выходец Экинавы, когда-то занимавшийся Годзю-Рю. Следствием серьезного отношения к занятиям было изменение поведения Хигауны. Он стал излучать особую силу. Взгляд стал внимательным, холодным и таким же пустым, как взгляд разъяренного тигра. Так рождалась Будо-карате, сенсее Морио Хигауна. И что такое Будо-карате? Будо-карате – это такая практика карате, в которой главное внимание уделяется духовному воспитанию. Ее целью является формирование совершенной личности. Очень большую роль играет психологическая подготовка, которая осуществляется, в частности, с помощью дыхания тандэн. К сожалению, в 20 веке карате получил распространение исключительно как вид спорта. Это объясняется тем, что все думают только о соревнованиях и победах. Каратисты-спортсмены достигли больших успехов в физическом развитии, но теперь им предстоит работать над закалкой своей психики, своего сердца, кокуру, того, что незримо для глаз. В Японии боевые искусства прошли и сложный путь развития. Первоначально это были будзюцу – военноприкладные системы подготовки воинов. Затем будзюцу трансформировалось в бугэй, в которых на первый план вышла культура движения, красота, соответствие нормам ритуала. А далее бугэй трансформировалось в будо – в систему воспитания личности. Из всех этих типов боевых искусств, как я считаю, наибольшей ценностью обладают именно будо. А самое главное в будо – обрести нингэ-ну-митси – путь человека, что означает быть человеком в подлинном значении этого слова. Для этого чрезвычайно важны постоянные тренировки и в особенности дыхание тандем. Кстати, чтобы освоить это глубокое и замедленное дыхание, требуются определенные усилия. С его помощью мы укрепляем внутренние органы и достигаем оптимального психического состояния.